Это уже вторая часть про ружьё. Рекомендую начать с первой. Рыба падает. Приклей её маляркой. Я буду королём балдежа. Он такой, ты никогда не будешь королём балдежа. И его мать такая, ты никогда не будешь королём балдежа. Господи, откуда ты всё это знаешь, а? Что за мусор в твоей голове? Это не мусор, блядь, это мейнстрим. Такая похожа на ребёнка, блядь. На балконе сидит стриминг. Да-да-да, верно-верно. Да, ну один ходит ничего. Добрались и до рыбки. Что я имел в виду про нахлёст? Это тот принцип, который Рама использовал для создания крыльев у тотема. Да и не только. Нахлёст. Я так его называю. Блядь. Ну и восьмёрка. И чё, бухой что ли лезал? Не, такая мелкая резьба всё-таки требует трезвой руки. Так, продолжаем разговор. Сейчас я буду больше времени уделять покрасочным работам. Как-то батя строил дом и для наличников разработал вот такие вот формы. И как-то уже использовал их в одной из своих работ. Мне понравилось. Хочу отбить вот этот вот с одной стороны. Там где да-то. Голубым. Понимаю, что они сочетаются. Но в этом вся и фишка. Внизу синие, голубые цвета. На мой взгляд, должно получиться интересно. Да, конечно, можно в интернете посмотреть, какие цвета наиболее удачно сочетаются. Можно, но не буду. Я стравливаю краску прямо с банки. Ей же и рисую. Тут идёт полная импровизация. Я даже понятия не имею, как это будет выглядеть в итоге. Получится, не получится, неважно. Это скорее больше поиск. Неотъемлемая часть авторского подхода к искусству. Плавно подходим к рукояти. Не пониже это, а на меня немножко. Форма обмотки фигурная, поэтому требует максимального совпадения по границам. Такая задача встаёт передо мной впервые. Тогда я был предельно аккуратен. Хоть я и отказался красить металлическую часть ружья, но все пластиковые детали вкатить в тот же самый колорит, думаю, будет не лишним. Мне нравится, как маленькие нюансы объединяют весь внешний вид в общую концепцию. Получается, что необязательно закрашивать всё сплошняком. Во-во-во-во-во! Во-во-пыло! Ну и, разумеется, всё под лак. В несколько слоёв. Чтобы обмотка на рукояти хорошенечко поджалась, обмотаем её сначала стретч-плёнкой, а затем прозрачным скотчем. Отлично приклеилось. Стык я заранее покрасил в чёрный, чтобы даже самые мельчайшие зазоры не были заметны. Но это, собственно, и всё. Осталось только собрать винтовку. Ложа, конечно, изначально так себе. Китайцы делали его из какого-то клееного дерьма. Но менять я его не хочу. Для меня это больше как память, нежели серьёзная пневматика. Выглядит, конечно, пиздец как странно, но мне по душе. Скин я назвал Папин Мазила. Потому что стрелять из этой увесистой дуры, блин, плюс ещё и без приклада, тот ещё челлендж. Ребята, разыгрываем наклеечки. Условия изи. Комментарий, подписка. Все детальки и полезные ссылки будут в описании. Конечно, так же и не забываем и про инстаграм. Ну а в группу можете и свои работы залить. Комьюнити там сложилось дружное и раскритикуют по делу. Не, короче, как-то так. Стикеросы разыграем на одном из ближайших стримов. До скорых. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...